Очень милый, домашний такой. А можно я присяду на этот обонятельный табурезок? Надо же, как приятно на нем сидеть. Погружение в творческий процесс, полное преображение в своего героя. Так проходит каждая репетиция образцовой музыкально-драматической студии «Теремок». Участники коллектива всегда на высоте. Театральная постановка, антикварная лавка, рассказ о том, что должно быть внутри каждого человека, что не позволит солгать и предать совесть. Именно сам смысл, мне кажется, о бездуховности нашего сейчас общества, о ценностях, о том, что люди могут запросто продать вещь, которая принадлежала их родственнику, которая передавалась из поколения в поколение, которая имеет свою какую-то память, историю. Заканчивается все тем, что к нам в лавку приходит нищий, который ничего не имеет, и единственное, что он может продать, это свою собственную совесть. Как говорят юные артисты, их игра на сцене – это не просто представление. Это отдельный мир искусства, в который невозможно не погрузиться с головой. Мы ставим не просто так, мы стараемся всегда обществу, наверное, показать свое отношение к каким-то событиям. Может, еще мы говорим людям о том, что нельзя забывать историю. Театральная студия «Теремок» существует уже более 30 лет. С момента основания здесь поменялось не одно поколение артистов. На данный момент в стенах Центра детского творчества искусству выражать свои чувства и эмоции обучаются 75 юных аккерманцев. Существует 5 возрастных групп. Старших 21. В том году был большой выпуск. И, конечно, по ним душа плачет, потому что таких ребят, которых ты воспитал, которые немало с тобой проездили по всем конкурсам, фестивалям, которые научились очень многим профессиональному этому искусству театральному. Вот на сегодня осталось 21. Ребята, которые доходят до старшего состава, практически все, никто не уходит. Потому что это уже нельзя не любить. Это уже как потребность человека. Белгород-Днестровские артисты успели завоевать не одну награду и побывали со спектаклями не только в Украине, но и во многих странах мира. Привозили золотые маски. Последнее и не менее значимое достижение – гран-при 4-го международного фестиваля конкурса искусств «Покори сцену». Именно с произведением «Антикварная лавка» участники теремка покорили Киев. У нас эмоции просто зашкаливали. Мы очень поздно выступали. И мы просто, не знаю, радовались, что ли, донесли то, что хотели. Когда начинаешь включать музыку одного спектакля, то думаешь, что это самый любимый. Начинаешь с следующей – нет, этот самый. И, наверное, это самое главное, что дети тоже так же думают, как и руководитель, что это самые любимые, самые спектакли, которые чему-то учат. Это самое главное. Спектакли, которые мы ставим, сценарий мы пишем сами. Под детей. Темы не скрою. Все то, что в душе у меня болит, и то, чего бы я хотела, закричайте всем это сказать. За меня говорят дети. Этих спектаклях. Алексея в коллективе всего три года. За это время он успел усвоить немало важных уроков. Научился тому, чтобы каждое движение на сцене, каждое слово и взгляд пронзил любого зрителя. Коллектив очень хороший, дружный. Преподаватели у нас отличные люди. Они учат нас жизни в первую очередь. Они нам рассказывают интересные события, вещи, которые пригодятся нам в будущем в первую очередь. Они дают нам опыт, который пригодится нам в нашей дальнейшей жизни, в поступлении или в нашей профессии, которую мы выберем сами. Для Юлии театр – это первый шаг к будущему. Она в коллективе всего пять месяцев. Сперва было сложно поймать ритм, темп коллектива, выучить текст. Появилась цель и достичь ее – главная задача. Я хочу играть профессионально, научиться этому и в будущем поступить на театральное отделение. В маленькой антикварной лавке на полках стояли ценные вещи. И у каждой была своя история.